Здравствуйте! Новости на канале Лабутнадского телевидения. В студии Андрей Симоненко. Вначале коротко о темах сегодняшнего выпуска. Губернатор Дмитрий Артюхов поручил усилить меры безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Законодательное собрание «Ямала» ужесточило административную ответственность за нарушение правил благоустройства. Планы на будущее сегодня обсудил новый состав Молодежного совета. Учения в жилом доме провели сегодня пожарные. Школьники устроили настоящий праздник для малышей снежинки с кукольным театром и мастер-классами. Реализацию проекта «Северный широтный ход» на Ямале обсудили на совещании под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова. Участие в нем приняли губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, представители Министерства транспорта России и Министерства финансов России, Акционерного общества РЖД, Росжелдора, Государственной корпорации ВЭБ-РФ и Центра стратегических разработок. Поручение приступить к строительству «Северного широтного хода» дал президент России в послании Федеральному собранию. Глава государства неоднократно называл проект в числе приоритетных и отмечал, что железнодорожная магистраль позволит стимулировать деловую активность не только в арктических регионах, но и в Западной Сибири и на Урале. Проект будет реализован за счет различных источников. Ключевой элемент «Северного широтного хода» – мост через Обь – планируется построить с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита. Ямал направил заявку в правительство России на его получение. На совещании также шла речь о включении «Северного широтного хода» в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. В Салихарде прошло заключительное в этом году заседание антитеррористической комиссии под руководством губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Участие в нем приняли представители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, руководители правоохранительных органов. Вопросы повестки касались повышения эффективности работы по противодействию идеологии терроризма, усиления мер антитеррористической защищенности объектов транспорта, образования, топливно-энергетического комплекса, а также обеспечения безопасности новогодних и рождественских праздников. Совсем скоро Ямал начнет готовиться к праздникам. По всему округу будут проходить мероприятия, и наша главная задача в этот период – обеспечить безопасность северян, поручая усилить все необходимые меры, сказал Дмитрий Артюхов. На заседании также подвели итоги работы по обеспечению безопасности на объектах образования. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что трагические события этого года показали, что это одна из важнейших задач. Необходимо усилить работу по профилактике терроризма среди молодежи и антитеррористическую защищенность объектов социальной инфраструктуры. Весь этот год велась активная работа по усилению систем безопасности на объектах образования. На сегодняшний день они полностью оборудованы системами оповещения о чрезвычайных ситуациях, видеонаблюдением и кнопками экстренного реагирования. В следующем году продолжим эту работу. Средства заложены в проект бюджета, сообщила директор Департамента образования округа Марина Кравец. Большую работу в автономном округе по нейтрализации и выявлению деструктивного контента в сети ведут силовые структуры, органы системы профилактики и сама молодежь, которая мониторит интернет-пространство на предмет адекватности и законности контента. На Ямале с 2018 года созданы волонтерские объединения по выявлению деструктивного контента в сети. За третий квартал 2021 года передано в правоохранительные органы более 140 материалов. В законодательном собрании Ямала состоялось заседание комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям. Среди вопросов повестки – принятие поправок в региональный закон об административных правонарушениях. Документ предусматривает ужесточение административной ответственности за сброс, складирование или временное хранение мусора вне мусорных контейнеров, а также несвоевременную очистку крыш, карнизов, водостоков, нежилых строений от снега и наледи. Кроме того, в законопроекте прописаны и правила выгула домашних любимцев. Под запрет попали прогулки с животными на детских и спортивных площадках, территориях образовательных, медицинских и культурных организаций, парков, скверов. Новые изменения предполагают штрафы от 1000 до 2500 рублей. Для должностных и юридических лиц от 10 до 50 тысяч рублей. Заместитель председателя комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, депутат от «Единой России» в Ямальском парламенте Анастасия Казанцева пояснила, что комитет также рассмотрел вопрос об административной ответственности за надписи и рисунки на заборах и фасадах зданий. Планируется, что рассмотрением таких дел будут заниматься административные комиссии, а составлять протоколы органы местного самоуправления. Теперь специалисты на местах наделены такими полномочиями законодательно. Все поправки приняты в первом и окончательном чтении. Планы на будущее сегодня обсудил новый состав Молодежного совета. На рабочей встрече наметили направление деятельности. Не забыли и о добрых делах. Совсем скоро стартует благотворительная акция «Теплый день». С представителями городской молодежи встретилась моя коллега Карина Щербакова. Этот состав Молодежного совета юбилейный. Пятый раз собирается команда молодых и уверенных ребят, чтобы реализовывать свои проекты, которые сделают наш город лучше. Перед ними стоит много задач. Одна из них – благотворительная деятельность. Уже сейчас началась подготовка к окружной акции «Теплый день», в которой Молодежный совет будет принимать активное участие. Сейчас мы можем уже распределить какие-то обязанности для подготовки в этой акции, для того, чтобы она прошла хорошо. На неформальной встрече представители городской молодежи смогли лучше узнать друг друга и определить для себя план работы на два года. Александра Денисюк выступила с инициативой повышения правовой грамотности среди несовершеннолетних. Но девушка намерена реализовывать не только свои идеи, но и помогать другим в их проектной деятельности. Я послушала ребят, и мне очень сильно понравились их проекты. И я хотела бы поучаствовать в реализации их проектов тоже. Например, помощь животным, благоустройство фотозоны в нашем городе. Впереди у ребят много работы, и они готовы включиться в любую деятельность, будь она проектной или волонтерской. Созданный совет – это связующее звено между молодежью и органами местного самоуправления. В первую очередь, конечно, участие в реализации молодежной политики в городе Лабытнанге путем взаимного общения с молодежью. То есть, они транслируют как к молодежи с своей стороны, в то же время черпают какую-то информацию, передают эту информацию на наши органы власти. 29 ноября состоится первое заседание у молодежного совета при главе города. На нем решится, кто из молодых и активных ребят станет главным помощником и заместителем председателя. Карина Щербакова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». В Новом Уренгое прошел форум добровольцев Ямала, и вместе собрались участники клуба «Мы вместе». Те, кто уже второй год безвозмездно помогает ямальцам. Экологи, медики и волонтеры Победы обменялись опытом и разработали концепцию развития клуба. Они делают добрые дела, не ожидая какой-либо награды. Просто так, от чистого сердца. А вот остальных пока приходится мотивировать. Волонтеры клуба «Мы вместе» впервые встретились в Новом Уренгое в оффлайн-режиме спустя год после его создания. Любовь, трепет, надежда, забота, сострадание – это и есть составляющая всего клуба. Во время пандемии волонтеры ямальских городов участвуют в акции взаимопомощи. За год в Лабытнанге силами добровольцев реализовали более 3,5 тысяч заявок. Они развозили лекарства, продукты и молочные наборы нуждающимся детям и взрослым. Все это время штаб не прекращал работу. И сегодня добровольцы продолжают оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. Встреча была очень продуктивная. Мы наконец-то лично увидели друг друга, потому что с начала пандемии мы все общались только в онлайн-формате. Наметили большие планы взаимного сотрудничества, взаимодействия уже в рамках разных направлений и оказания помощи не только в период пандемии, а будем думать о других каких-то больших социальных проектах, которые будем совместно организовывать и реализовывать на территории нашего региона. Кроме того, в Новом Уренгое был опробован первый в России формат «Форум для города». Он тоже собрал волонтеров разных направлений. На Доброфоруме были развернуты образовательные локации. Например, все желающие могли пройти мастер-класс по языку жестов. Этот способ коммуникации может быть полезен не только переводчикам, но и волонтерам, которые могут находиться в контакте с глухими и слабослышащими. Добрый день! Я добро волен! Аплодисменты! Была на форуме площадка, где волонтеры Победы смогли надеть костюмы имитации старости. На себе они прочувствовали ощущения пожилого человека, пытались писать письмо, кушать и спускаться по лестнице. За два дня форума было собрано 44 подарочных набора для пенсионеров. Сдали 210 килограммов макулатуры, почти 300 пластиковых бутылок и собрали 600 батареек, которые отправят на переработку. За участие в акциях и мастер-классах получали баллы и обменивали их на сувенирную продукцию, а также билеты на концерты известных групп. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное». Будьте щедрыми, но бдительными. Жители Лабытнанги традиционно принимают участие во всемирной благотворительной акции «Щедрый вторник». Она пройдет во всех российских городах 30 ноября. Главная цель – создать условия для развития добровольчества с привлечением некоммерческих организаций, предпринимателей, средств массовой информации. Обычно люди могут присоединиться к акции, просто участвовать в благотворительных событиях и помочь тем, кто в этом нуждается. Но перед тем, как поддержать благородную инициативу, следует принять меры, чтобы не стать жертвой мошенников из социальных сетей. Они могут выдавать себя за представителей общественных организаций, не имея к этому никакого отношения. Бывают такие истории, я помощник, меня срочно попросили разместить новость, меня попросили там что-то собрать и так далее. То есть таких людей нужно в обязательном порядке проверять, какое они имеют отношение к этой организации. Желательно позвонить руководителю организации, спросить, а у вас работает там Вася Иванов? И уже получить информацию из первых уст, является ли данный сбор настоящим, срочным. Потому что в основном мошенники, конечно же, упирают на срочность. То есть там срочно заболел человек, срочно там произошла авария, срочно нужна помощь какая-то. И люди, конечно же, сострадая, они моментально бросаются на помощь, не подумав о том, что это могут быть люди, которые просто хотят такой новостью придречь внимание и заполучить незаконным способом их средства. Им всегда желают сухих рукавов. Но если нет вызовов, то пожарные отрабатывают свои действия на разных объектах. Возгорание может случиться где угодно, и бойцы пожарно-спасательных подразделений должны быть к нему готовы. Культурные, спортивные, образовательные учреждения, торговые точки и склады – все эти объекты входят в график учений. Сегодня условный пожар произошел в жилом доме Обского микрорайона. Тренировки на улице Корчагинцев был привлечен весь личный состав Салихарского-Бытнанского пожарно-спасательного гарнизона. Это 10 единиц техники и 52 человека. Вводные данные по тактическому замыслу были очень сложными. Дом жилой, пятой степени огнестойкости, двухэтажный, с массовым пребыванием людей, многоквартирный. Дым распространяется в данных объектах очень быстро. Также огонь по пустотам и квартирам распространяется очень быстро. Поэтому цель данного учения – отработать действия на месте. Несмотря на условность происходящего, все участники учений действуют так же, как работали бы на реальном пожаре. Времени на раздумья нет. Каждому хорошо понятны его функции и план передвижения. За пожарными закреплены посты нахождения. Ход учений контролируется по радиосвязи. Моей задачей будет рассчитать время работы звена. Площадь горели, где работают звена в задымленном пожаре. И я рассчитываю время, передаю им парации, сколько у них осталось времени, сколько их работать нужно. Спрашиваю ли они, если не чувствую их. Со стол жильцов в горящем подъезде находятся люди. Условия тушения учебного пожара осложнены наличием пострадавших в зоне горения и задымления. Действовать приходится не только быстро, но и в полной амуниции, включая аппарат для дыхания. Но люди этой профессии понимают, что как бы ни было тяжело двигаться, дышать и говорить. Спасение людей на первом месте. Большинство участников учений огнеборцы с большим опытом. Им не раз приходилось действовать в условиях настоящих, чрезвычайных ситуаций. И вот тогда становилось ясно, насколько важно отработать на тренировках все до мелочей. Пожарные говорят, что не делят пожары на простые и сложные. Они все самые сложные, простых никогда не бывает. Есть случаи, когда с ангарами, когда там все взрывается. А есть случаи, когда двухэтажные дома, когда тоже и обгораемся. Страшно. Ну, как бы, не знаю, какой вам случай привести. Вот недавно напротив рынка, который двухэтажка горела, там тоже страшновато. И проваливались ребята, и тяжело было. Тяжело в учении, легко в бою. Банальная фраза, избитая. Но кто хоть раз побывал на тушении пожара, почувствовал силу огня. Ее смыслом не пренебрегает. Ольга Болдырева, Григорий Волков. Программа «Время местное». Гимназисты и ученики восьмой школы вернулись в детский сад для того, чтобы устроить настоящий праздник для малышей-снежинки с кукольным театром и мастер-классами. Это часть социального проекта «Мы – новая медиа». На представление «Три кота» побывала и наша съемочная группа. Известные персонажи – карамелька, коржик, компот и папа-кот из любимого мультфильма. Ожившие игрушки вызвали огромный восторг у дошколят. Девочки из гимназии в роли кукловодов. Они сами озвучивают мультяшных героев, танцуют с ребятами, играют. Лиза Хренова, Юля Домнина, Милана Клименко и Ариана Кокорина – это юные актеры своего маленького театра «Кукол». Опыт у них еще небольшой, выступают в детских садах меньше полугода. Но несмотря на это, их театральное представление всегда пользуется успехом у маленьких зрителей. Главное – выучить текст, распределить все по ролям и работать сообща. Я согласна, но мне кажется, самое сложное – это стоять час и все время улыбаться. Работа сообща, дружно, вместе, всегда с улыбкой на лице помогает этим девочкам быть на высоте в своем пока еще маленьком деле. Несмотря на юный возраст, они отлично зажигают детсадовскую публику. Помимо актеров в детском саду, сегодня работают юный фотограф и телеоператор. Это ученицы восьмой школы. В рамках проекта «Мы – новая медиа» они обучаются медиапрофессиям сами. А затем свой опыт передают дошколятам. Сегодня благодаря старшеклассникам дети узнали, как правильно снимать на телефон и на фотокамеру. Работать очень интересно и весело с маленькими детьми. Это хороший опыт. И детям интересно. Хороший опыт школьницы получают благодаря необычному проекту «Мы – новая медиа». Светлана Кокорина – наставник, друг, учитель, а по должности заведующий медиа-центром – знакомит детей с основами медиапрофессии. В условиях, когда старший обучает младшего. Мы открыты к общению, мы очень рады новым ребятам. И мы готовы дать им возможность обучать малышей. И вот сегодня я обратила внимание, первые шаги были настолько, как сказать, скромные, что ли. А потом уже дети освоились, и маленькие, и взрослые, и с удовольствием вместе поработали. Социальный гимназический проект «Мы – новая медиа» успешно реализуется в лабытнанских школах и детских садах. В планах много новых выступлений и театральных спектаклей, которые юные зрители увидят уже в ближайшее время. Рая Ермолаева, Евгений Садыков, программа «Время местное». Это все на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Заходите на наш сайт lbtv.ru и подписывайтесь на группы во всех популярных социальных сетях. Спасибо за внимание, всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»